Николай Иванович, здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что пришли к нам и согласились с нами побеседовать. И у меня первый вопрос относительно программы реновации, которая идет сейчас в Москве. Она вызвала очень жаркие споры, но вы были одним из тех, кто поддерживает эту программу. Вот скажите, пожалуйста, почему... Как вы узнали, что я был один из тех, кто поддерживает? Я готовилась к нашему. Молодец. Вот вы все-таки поддержали программу реновации. Скажите, пожалуйста, во-первых, почему и во-вторых, в каких других городах она может начаться в ближайшее время? Нет, но я знаю, что это неспроста этот вопрос, потому что в Казани тоже такое слово звучит – реновация. И рано или поздно она случится. Конечно, та среда, которая сейчас существует, особенно в спальных районах, причем включая все российские города, и Казань в том числе, она непригодна. Непригодна для качественно хорошего проживания. Ну, просто непригодна, потому что, по сути дела, были выстроены в 60-е, основная масса 60-е, 70-е годы, вот те самые бараки из железобетонных панелей, которые не дали комфорта, не дали полноценной жизни живущим там людям. И поэтому, как только прозвучало это слово, как только появилось такое желание кардинально решить эту проблему, а эта проблема идет под словом реновация, Я, конечно, как архитектор за. Почему? Потому что уничтожим, мягко уничтожим, без людей, плохую среду обитания и сделаем все хорошо. Сделаем хорошую архитектуру, сделаем комфортную среду, сделаем достойную среду для проживания людей. Надо же не просто приехать переночевать, а надо детей родить, дать им хорошее образование. А что формирует человека? Семья понятна, архитектуру формируют. Дадим хорошую архитектуру, будет хорошее, полноценное, такое полнокровное общество. Не дадим, но так и будем прозябать, ходить от одного бара к другому. То есть я всегда за то, чтобы среда была качественная. Есть другая опасность. Снесем пятиэтажку, четырехэтажку, а построим вместо нее шестнадцатиэтажный дом. Это не есть правильное, это не есть та самая среда, о которой мы пытаемся с вами говорить. Это должна быть абсолютно иная архитектура. Слово «качественная» является основным в этой связке. Качественная архитектура должна быть. И среда, которую мы создаем, это среда с насыщенной инфраструктурой. Будет такая инфраструктура, будет абсолютно иная жизнь. Иная жизнь в этом вновь организованном пространстве. И я знаю, что Казань рано или поздно пойдет по этому же пути. И все-таки после Москвы можно назвать еще два-три города, которые... Казань, Казань и Казань. А как? Конечно. Ясное дело, что это Казань. Нет. Я думаю, что, как всегда, импульс задает Москва, ну, как столичный город. Это одна из функций столичного города. И далее это равномерно растекается по всей России. В той или иной степени, где есть средства и где есть политическая воля руководителя того или иного региона, то все идет достаточно быстро. А где-то с задержкой. Ну, я знаю мощь и напор Татарстана, мощь и напор Казани. Поэтому думаю, что здесь все пойдет, ну, буквально в этом... Начнется программа в 2018 году. У меня такое чувство. Ну, по крайней мере, зная институт Татан Весграждан проект, который уже готовится выступить по этой программе, и я им помогаю материалами, архитекторами, проектами, думаю, что Татарстан будет номер один в следующем. Номер два, получается. Номер два. Вот в одном из интервью вы также говорили, что в России нет архитектурной политики, да, и что в следующем году может быть принят... В этом году, вернее, может быть принят закон об архитектуре. Скажите, пожалуйста, что должно подразумеваться в законе об архитектуре и что такое политика архитектуры, собственно говоря? Скажу элементарно так, чтобы вам было понятно и всем другим было понятно. Вот понимаете, вот когда есть связка такая, лошадь и телега, то лошадь все равно в любом случае должна идти первая. А лошадь это что? Лошадь это архитектура, а телега это стройкомплекс. У нас все наоборот. Вот бедная кобыла, замученная на кривых ножках, там с одними костями, она пихает носом эту телегу, а телега, она прет и прет, ломая круша, всякие понятия о красоте, культуре, искусстве. Перевернем наоборот. Поставим лошадь все-таки впереди. Тогда все сразу исправится. Это и есть закон об архитектуре. Видите, как просто. Да, но все-таки это что подразумевается? Это должно быть, например, не должно быть высокой застройки в центре? Нет, нет, нет. В законе такого не может быть прописано вообще. Каждый проект создается под определенную ситуацию. Под определенного заказчика, под определенного инвестора, под определенную ситуацию, под определенную городскую ситуацию. Если надо в городе, допустим, сделать сити, а сити из пятиэтажных, стаэтажных домов, то ради бога, закон не может устанавливать какие-то ограничения. Закон только говорит о перестановке местами лошади и чего? Телеги. И все. А надо малоэтажную, одноэтажную, землянки в конце концов, то в этом месте будет землянка. Это не цель закона определить этажность или плотность застройки. Закон должен расставить приоритеты. Ну, главное, что? Главное, чтобы закон выполнялся. Будем? Будет. Будем. Мы надеемся, что будет. Ну, и хочется поговорить про восстановление памятников архитектуры. Скажите, пожалуйста, что другие города могут принять к указаниям в этом плане? Какой опыт? Ваших архитекторов, которые занимаются сохранением памятников, я тоже, к счастью, знаю. И знаю, как они болезненно относятся к сохранению даже какого-то малого, пустякового объекта на вашей территории, на территории Казани или Татарстана, это вызывает уважение. И вот тот самый трепет постороннего человека, который видит болезни людей, которые отвечают за сохранность памятников, в Татарстане и в Казани это наблюдается очень явно. И думаю, что сопереживание не просто архитекторов, но и власти, и городской, и власти Татарстана позволяет надеяться, что памятники, не только памятники, не единичные памятники, а среда, историческая среда, она будет сохранена. Больно, конечно, приезжал я где-то год-полтора года назад, и два дома в одну ночь сгорели. Это, конечно, вещи недопустимы, я думаю, что они не случайно сгорели. И это боль и беда не только в Казани, но и в многих российских городах. Конечно, это недопустимо. Памятник есть памятник. Памятник надо лелеять, любить, облизывать с ног до головы и сохранять, сохранять, сохранять. Это примерно как в Риме. Знаете, когда в Риме спрашиваешь их, а вот как вы относитесь к памятникам архитектуры? Вот там, вот дом, можно ли такой снести, а такой-то вот там переустроить? Они отвечают очень просто. Что у нас весь Рим является памятником. Трогать ничего нельзя. Вот так с памятниками и надо поступать. Бережно, с любовью и с тем самым трепетом, который должен присутствовать в этом вопросе. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо. Спасибо.